Всем привет! Это вторая часть новостей с поляны. Немного из эфиров. У Безуса появилась на поляне новая симпатия. Это новенькая Дарья, так похожая на Кристину Лесковец. Безус побрился, оделся, даже принарядился. Его глаза горят, он с ней очень галантен. А Репина, посмотрев эфир, выгнала Алексея из дома. Она и раньше не очень-то заботилась об отца будущего ребёнка. Алёна Опенченко проговорилась, например, что когда Безус возвращается от Тани на поляну, его настроение всегда на нуле. А ещё он всегда трётся на кухне, ест и ест без конца. Таня совсем не кормит болезного. Артём Грант прошёл курсы молодого отца. С ним оставили на час сына Клавы Безверховой. И он сделал всё возможное и невозможное, чтоб малыш не плакал. По итогу Клава и мама сказали, что он большой молодец, что у него безграничное терпение. Этот опыт ему обязательно пригодится в будущем. Недоумение зрителей вызвало вопиющая безграмотность Клавы Безверховой. Вот вам и блогер. Наверняка у неё имеется свой личный редактор, который правит посты в Инстаграм. Сколько она сделала ошибок в карте желаний? Три ошибки в двух словах. Ребята на поляне заметили, что Алексей Адеев флиртует с Натальей, мамой Клавы Безверховой. Но женщина не желает жить на проекте. Она хочет воспитывать внука за периметром. А вот такой Адеев красавчик в полной темноте. Страшные глаза. Он даже в зеркале не отражается. Фанаты предлагают выдвинуть в ведущей свою любимицу, Кристину Бухенбалте. Вот пишут, отправьте Кристину на курсы улучшения речи. И она готовая ведущая. Тем более у них там есть суфлёр. А в её оговорках есть даже некая изюминка. Она подарок Бога проекту. Лишь бы разглядели. Она ко всем хорошо относится. Эмоциональная, молодая, красивая, умная. Её обожает зритель. Старые ведущие встряхнулись бы. И действительно, ведущие как-то уже выдохлись. Устали, выгорели, сошрались, стухли. Стали безэмоциональными. Черкасов ещё вот немного бодрится. Хорошо, что хотя бы убрали пынзерей. Было официально сообщено, что они больше не являются ведущими проекта. А вот зрители троллят Юлю Белую. Всё не могут привыкнуть к её новой прическе. Пусть, пишут, ей дадут ступу, метлу, канистру. В самогона и в полёт к Верховному. Неужели не брезгливо носить такую паклю? Там живность, наверное, уже. Особенно чудно смотреть, как Юля присела на корточке и собирает с пола всю грязь своими волосами. А как она, интересно, моет голову. Волосы, вот пишут, наверное, засасывает в слив. А вместе с ними и Юльку. Её потом Тигран в антузом отсасывает обратно. Шутники. Зрители также беспокоятся за Лео, за щенка Барзиковых. Ребята похвастались, что купают его каждый день. Чтобы шёрстка была белоснежной, чтобы он хорошо выглядел в кадре. А это очень вредно для собак. Скажите, кто-нибудь этим глупым людям пишут в комментариях, что нельзя так часто мыть собаку. Пусть хоть почитают в интернете, что говорят ветеринары. Так часто можно мыть только лапы. На этом всё. Подписывайтесь. Будем сплетничать.